Завтра, получается, мы уже... Ну, если мы сегодня закончим... Все закончили? Да, если вопросы не останутся, то... Похоже, что мы закончили уже. Особых вопросов-то нет. Но у тебя было два вопроса? Так, у кого-то было куча вопросов. Куча вопросов была? Есть вопросы. Я не помню источник. Я где-то это слышал, не читал. Слышал. Ну, я думаю, что это даже, может быть, и нет отдельного какого-то трактата на этот счет. Скорее всего, это было и после Сримадбхагава там составлено, эти отношения. Если мы наблюдательны, мы можем постепенно выбирать из шастер какие-то темы. Там множество сторон. Это одна из сторон. И что у нас по Бхагавадхите? Вчера вы приводили пример относительно девушки-хиппи, которая не хотела работать, и у нее такое противостояние в системе именно. И вы упоминали о том, что это показатель того, что она практиковала в прошлом, может, что-то логическое. И вот сейчас у нее такое противостояние в системе. Можете пояснить этот пример? Потому что, с одной стороны, нам же, ну, не высшее совершенство, ну, как сказать, человек, который исполняет свой долг, это дхарма, это как раз показатель его серьезности и ответственности. А если, ну, желание вот этому противопоставить? Нет, нет, нет. Человек не может выполнять дхарму, если не узнает об этом. Знание необходимо. Деятельность, в невежестве не является дхармой. Поэтому, как Арджуна, он впал в такое состояние, видит бессмыслица, зачем будем сражаться, если будут такие последствия ужасающие. И если человек, скажем, в какой-то системе живет и видит, что она бессмысленна, это начало Бхагавадгиты фактически. То есть это разум. Это разум. Есть также люди, которые понимают, что жизнь временная, и тоже думают, в чем же смысл? Это тоже разум. Но когда человек уже знает о дхарме, тогда другой вопрос. Если он не знает о дхарме, он не может следовать дхарме. Это вопрос именно знания, осознания. Дхарма — это то, что мы сознаем. А если не осознаем, то адхарма. Тоже дхарма, но теневая сторона. Все есть дхарма, но есть невежество, есть знание. То есть мы изучаем Бхагавадгиты, чтобы узнать о дхарме, осознать свою дхарму. Тогда это путь дхармы. Например, вы спрятали, закопали деньги, клад, потом забыли, куда закопали. Считается, что у вас нет денег больше. Пока не вспомните. Также дхарма, если она забвению предана, где она? Считается, что ее нет. Второй вопрос. Относительно первого, то есть вот это вот ее противопоставление, это из-за нежелания, ну как бы это то, что она очень много чего теперь понимает, да, вот эта девушка хиппи, что нет бессмысленность бытия, да? Но с другой стороны, она не хочет исполнять какие-то... Если люди потерянные, это означает, что они не видят смысла в материальной деятельности, не видят смысла в духовной деятельности. Это потерянные люди. У них именно не хватает знания. Скудный запас знания. Если они открыты к знаниям, то все должно быть в порядке. Если они упрямы в получении знания, не хотят получать, то ничего не произойдет. Сознание Кришны необходимо. Никогда не было такого времени, чтобы до такой степени уничтожалась религия, как мы видим сегодняшний день. Вы должны знать эту разницу. Еще несколько столетий раньше мы видели абсолютно другую картину в отношении людей. Что они были более религиозны. Понятие Бог было естественным. Так или иначе. Самое атеистическое государство в мире было Советский Союз. 80% атеизма всего мира было в Советском Союзе. 80% атеизма всего мира. Никогда в такое время не было так, чтобы тотально устраняли это понятие. Или как в Китае слово Бог вообще устранили лексикон. Вы пытаетесь понять, что без сознания Кришны невозможны никакие процессы. Хотя бы элемент должен быть. От Бога какой-то присутствующий. Чтобы это называлось человеческим обществом. Если мы устраняем полностью эти понятия. Сейчас мы их просто восстанавливаем. Мы сейчас просто даже не изучаем Кита. Восстанавливаем понятия пока еще. Нам трудно проникнуть в эти отношения. Потому что все было устранено. Но в нужное время, в нужное месте мы не получили этого ростка. А как вы проявляете имперсонализм у нас среди преданных? Имперсонализм? Например, в 40. Хорошо. Мы скажем тогда другую формулу. Майвади еще называют дурачара. Есть садачара, есть дурачара. Садачара. Это сад означает великолепно, блестяще, превосходно сад. Ачар поведение. Преданность садачара. Майвади дурачара. Вот так можно понять разницу принципиально. Дурное поведение. Сохраняют дурной характер, не хотят меняться. Это все майвади. Садачара, он стесняется даже говорить о своих болезнях. Потому что говорить о своих болезнях, все равно что говорить о своих грехах. Для него так звучит. Дурачара только об этом и говорит. Я больной, я несчастный, мне то не хватает, мне нужно это, меня не уважают. Постеснялся бы, но он дурачара. Дурачара думает о себе, а садачара думает о служении. Я помню, как одна преданная спросила одного саньяси, как у преданных проявляется майвада. Он говорит, где ваша тилака. Он говорит, так майвадой проявляется. Сначала мы тилаку не ставим, потом еще что-то и так далее. Даже вот такие тонкости могут что-то, о чем-то говорить. Вы на прошлой веке сказали, что тело само по себе, это как животное. Его нужно разделять. То есть его и душу. Нужно разделять эти понятия. Как быть в ситуации, когда душа знает, что не нужно делать? То есть чувство сильнее, и душа не может себя предоставить. То есть не работает когда разум, как нужно правильно себя вести. Когда ты вроде бы... Третья глава Бхабагиты, вопрос, Сарджуны. Что за сила толкает меня к греху, помимо моей воли? Об этом спрашиваешь? Ну, я понимаю, это вожделение, скорее всего. Скорее всего, да. Потому что другой нет силы. Вот именно просто в момент, когда ты это осознаешь, как нужно правильно себя вести? Как правильно себя вести? Я думаю, молчать. Есть. Вожделение – это страсть. Гуна страсти, соприкосновение к гуной страсти проявляется вожделение. И мы вырабатываем навык, духовный навык. К страсти относиться нейтрально, равнодушно. Невежество у нас отвержение должно быть, неприятие, активность. К страсти равнодушие, благость принимаем. Если что-то хочется отстоять на основании денег, на основании престижа, мы должны нейтрально к этому относиться. Просто нейтрально. Не вступать в битву, не проявлять какую-то силу, отпор давать. Нет. Нейтралитет. Исключение, когда агрессор нападает. Тогда имею право защищаться. Исключение, когда предных оскорбляют. Да, мы вступаем, защищаем. Но к самой страсти нейтрально. По поводу применения Багалагиты в жизни. Как так, чтобы не истолковать неправильно и применять так, как необходимо? Ну, понятно, что руководствуюсь Гуру Садху Шастры. Потому что одновременно можно посмотреть на одну и ту же ситуацию под разными словами. Невозможно истолковать неправильно, если вы читаете Багавадхиду целиком. Целиком. Если же предный читает выборочно Багавадхиду, тогда есть риск перетолкования. Например, через какое-то время выясняется чтение Гиды, выясняется, что есть стихи главные Багавадхиды. И тогда возникает другое обозначение. Есть и неглавные стихи Багавадхиды. Вот тут начинаются проблемы. С этого момента. Предный любят цитировать Саратхармана Паритяджа, Мамакам Ширана Враджа. Вот с этого начинаются отклонения. С самых лучших намерений. И считают, что остальные разделы Багавадхиды можно уже не так читать. Не так важно. Там вторая глава, первая глава, третья глава, вообще карма-йога, там полубоги вообще не нужно обращать внимание. Вселенская форма, все материально. С этого начинаются проблемы. Потом она развивается так. Человек читает, что Багавадхиды вообще не нужна уже. Нужна раса. Гиды для неофитов. Потом и дальше еще. Говорит, что Багавадхид вообще расу не дал. За дан садана вообще. Вот так это происходит. Читайте целиком Багавадхиду. На одном уровне воспринимайте ее. Как волны ганги. Волны ганги есть выше, есть ниже, но все это ганга. Есть главы более интенсивные в Багавадхиде или менее интенсивные, плавные, но это все Багавадхиды. Так мы сбежим оскорблений и отклонений. Скажите, отрицается человеческое сострадание Багавадхиды? Докажите мне. На основании Багавадхиды. Человеческое сострадание отрицается в Багавадхиде. Вот видите, сразу цитата хорошая нашла. Видите, не отрицается. Но нужно еще дойти до второй главы. Отрицая первую, мы не можем понять вторую. Вот мы об этом и говорим. Мы видим во второй главе более высокое утверждение. Дхарма идет дальше. Значит, первую главу вообще забываем. Потом видим еще какую-то дхарму более высокую. Эту отбрасываем. Вот так и остается. Что у нас? Ну да. Потом думаем, как же предаться Кришне? Сару, Дхарму, притяжи. Ничего другого не знаю. Все остальное майя. И это сделать не могу. И то принять не могу. Сложная ситуация возникает в уме. Как аштанга йог и преданный находятся выше чувства собственничества? Они понимают, что все принадлежит Богу и мою. Еще раз вопрос. Как аштанга йог и преданный находятся выше чувства собственничества? Как преданный и аштанга йог. Аштанга йог и преданный находятся выше чувства собственничества? Они преданный аштанга йог, а оба тот и другой совершают определенную ягью. То есть другой ягью. Аштанга йога – это тоже ягья. Жертвы дыханием или чем еще? Чувствами, да? Помните, мы читали в четвертом главе? И баххи йога – это тоже жертвы, это тоже ягья. То есть это они через зеркоприношения? Да. То есть этот процесс также приормируется к ягьи. Причем это более высокая благотворительность, чем раздача, скажем, пищи и занятия йогой. Или денег. Раздача. Человек отдает свою способность чувствовать, мыслить. Это запас огромной благочестий должен быть, чтобы заниматься такой йогой. Жадный человек не способен совершать такую йогу. По поводу предыдущего вопроса, то, что вы говорите, что некоторые говорят, что про попадание сюда, про ассоциал. То, если мы помогаем духовному учителю в служении, в миссии правопады... Извиняюсь, поскольку вопрос противопоставляет эти две вещи, то в комментариях правопады именно вот эти противопоставления есть, что им персоналисты или йоги делают это так, механически. Механически отказываются от привязанности, помощи, отрывать чувств от объектов чувств. А преданный это делает, занимая чувство преданного служения, чувство собственности. Занимая собственность в служении. Вот так еще можно сказать, как они это делают. То есть йога это более-менее механический способ, а бхакти-йога естественным образом. И относительно вот этого, то, что Шива Пракхупады казалось бы не сюда, что если мы помогаем служить духовному учителю в миссии Шивы Пракхупады, то в итоге мы начинаем его глазами уже видеть все. И как на ученике в Исхон там говорится о великой миссии Шивы Пракхупады и о том, как важно всегда помнить об этом в великом положении. Можете, пожалуйста, объяснить вот этот процесс, как вот Шива Пракхупада стал великим очарем, что получается везде тут говорится про гуру и ученика, ну вот в боговодителе, например. А тут у нас получается Шива Пракхупада, гуру и ученика. Добавляется Пракхупада еще? Да. И вопрос? Вопрос о том, ну вот с точки зрения вечной, вечной, то есть тут у нас такая концепция, а теперь еще и Ачария. Это вопрос не просто Ачарии. Есть обычный духовный учитель, есть основатель Ачария. И обычный гуру всегда ссылается на основатель Ачария, такой этикет. Поэтому мы всегда доверяем Пракхупаду. Ну еще, еще есть что-то вот, что, что в Дэшире Пракхупаде такие полномочия, мы будем поделиться, что... Что? Парампара? Так пошла парампара? Был пример, когда Байхистан Сарасвати говорил о своей миссии, о своем желании проповедовать на Западе. И была многочисленная аудитория учеников. Там были саньяси ученики, там было множество учеников. И он сказал, кто же это сделает, смотря на учеников. И стал смотреть на учеников. И все молчали. Ну потому что это было непонятно, как это сделать. Например, скажу, я сделаю, но как я это сделаю? Простите. Я не знаю, как это сделать. Пробовать по всему миру. И он смотрел на учеников, была пауза, и все молчали. Это вспоминает духовный брат боги Пропада. Пропада был тогда грехасткой. Пропада повернул голову и прям смотрел на него долго в это время. Было видно, что Байхистан Сарасвати смотрит на шел Пропада. Я сказал, ну, кто-то сделает. После этого он сказал, кто-то это сделает. Это не вопрос даже способности, что ли. Способности могут прийти, уйти. Но вопрос главный даже не в этом. Часто опираясь на способности, мы потом можем истякнуть. А здесь вопрос именно предания. Можем ли мы предаться невозможному? Кто-то может, кому-то не нужно это делать, поймите. Не то, что не может, не хочет, не нужно кому-то это делать. Но кто-то именно может это сделать. Предаться невозможной миссии. И если кто-то предается вот именно невозможной миссии, он может получить такие полномочия, любые полномочия. Но это пример Пропада. Один из моих учеников сказал, сделает это. Один. Из многих тысяч. Один ученик. Один. Никто не мог поверить, что это уже происходит, когда Пропада поехал на Запад. Никто не видел, кроме Бадистанца, развалит. Что-то уже происходит. Надо, чтобы что-то произошло, нужно же, чтобы услышали какие-то влиятельные люди на Западе. Как вы распространите это все? Погодите, нужны влиятельные люди. Какие-то кшатрии должны быть влиятельные. Управляющие органы, люди властные, социальное положение, или богатые, которые могли бы это все поддерживать, потом защищать. Да как иначе? Поэтому, когда Пропада проповедует хиппи в Нижнем Нью-Йорке, никто не мог представить, что миссия уже началась. Он стал писать письма, чтобы помогли. Тут можно центр открыть. То есть есть люди, которые интересуются. Ну, все подумали, ну, простите, это нужны полномочия, чтобы проповедовать на Западе. Это не полномочия, он проповедует хиппи. Низшему классу людей. Не будет никакого результата. Нет. Не та стратегия. И вот это и самое удивительное доказательство, если проводить теонологию с лилами Господа считания Нитянанды. Нитянанды – это был его план. Думаю, что здесь очень похоже все было, аналогично сделано. Нитянанды не проповедовал высокопоставленным людям. С ним ходил Гарридас. И он об этом рассказывал Адвайда Чарри. Что с Нитянанды ходить? Он нам отху-то странные вещи делает. Я не могу его понять. Никто не может его понять. Потому что я знаю здесь хороших людей, благочестивых, образованных, которые могли бы понять эту философию, но он идет куда проповедовать? Он идет к пьяницам, грешникам. Джагай Матхай. Вчера этого ноги унесли, мы еле живо остались. А двое дочаря у нас была опасность смертельная. Мы свяжили аппарат, проповедовали нервничим. Нитянанды – проповедуй. Но в чем был план? Что? План был в том, что если такие негодяи, как Джагай Матхай, становятся чистыми предами, значит, в этом что-то есть. Значит, это реальная сила. Итак, проповедуй приезжает, и там просто вот это логово греха молодежи занимается чем угодно. И вот, видите, очень похожая миссия, очень похожая тактика. Это Нитянанды действовал через Шилу Проповеду. Я не знаю, какой ответ еще найти. Если Нитянанды присоединяются, то тут наши способности не так важны. Есть пример пророков костноязычных даже, которые не могли говорить толком. И они были пророками. Есть примеры пророков неграмотных. Пророк Мухаммед, он не умел читать, писать. Но он говорил стихами. Коран излагал. Это вопрос больше предания, чем образование, какие-то навыков, способностей, которые мы развиваем в себе. Мы думаем, надо готовиться к миссии, нужно выучить шлоки, нужно сделать то, нужно стать экзаменом. Так, диплом, пошел. Выходим и ничего не знаем, что делать, как быть. Ситуация какая-то еще требует чего-то. Кроме академической подготовки, что-то еще. А что же еще? Это предание. У каждого человека, мы слышали, есть свой потолок предания, свой предел предания. То есть я сейчас могу предаться вот этой степени, дальше я, конечно, не могу. Что-то я могу. Я просто на этом уровне прошу Кришну, я продолжаю свою практику, я подготавливаю себя к следующему шагу предания. Поэтому кто-то находится на высоком уровне предания, кто-то только начинает, кто-то уже невозможные вещи может делать. А по поводу предания, Ваше Маджан с Вами, когда говорил, что, Прабхупада, Вы дали мне так много, Он говорит, на самом деле я дал всем одинаково, а Ты просто больше взял. То есть это вопрос именно личного предания, или это по милости буквально учителя приходит в предании, или это наше какое-то сильное желание? Личное означает, в какой степени человек предается, в такой степени он награждается. Это означает личное. В какой степени предается в такой степени? Все личное снаучит. Это есть личностное. А гуру сравнивается с коровой. Ученик с теленком. И от теленка зависит, сколько он выпит молока. Корова даст любое количество. Так оно устроено. Устройство коровы такое. Теленок хочет, молоко приходит, все. Не хочет, молока нет. То есть молитва, дайте предание вашим лотосным стопам, или молитва о предании не имеет смысла, потому что преданность это то, что у нас наши посылы и наши потуги, да? Преданность это любовь к Кришне, и все. Все в конечном итоге так. Но это включает в себя определенные усилия, садану, определенное желание, энтузиазм, уверенность. Следы по стопам Ачарьев, то, что уже Бога с вами описывает, это в Нектаре, в предании своди, о падишам детей, наставление. Вот эти вещи, они приходят, как ступени предания, что ли, включают в себя эти моменты. Мы это изучаем. Предание в конечном итоге то, что можно и сами почувствовать в процессе практики. Если мы общаемся с преданными, как правило, мы предаемся. Как правило, это общение, оно могущественное. Если мы общаемся с преданными, мы тоже становимся преданными. Все. Что происходит с йогом, который падает после небольшого премьердка практики. Просто в лекции вы говорили, что в бахте йогу нету падения. То есть, с того, как ты начал, ты еще в жизни продолжаешь. Но в то же время мы говорили про простую йогу, что там все приедется начать с нуля. Если жизнь прервется и не успеет. И тем не менее, в бахте все равно говорится, что на этом пути нет потерь, хотя описывается аштанга йога. И тут я опять задумывалась, какую йогу имеется в виду. И там и там, получается, в итоге еще не теряешь. Но по идее, в аштанга йоге, если он не успел дойти до совершенства, он же должен поначалу, то все начиналось. Нет. Аштанга йога, карма йога, гьяна йога, бхакти йога. Йога – это Кришна. То есть, связь с Кришной. Йога йога, так? И есть аштанга без йоги. Понимаешь, да, о чем речь идет? Те же методы человек использует, но нет Кришны там. Это аштанга, восьмиступенчатый процесс. Развитие мистических ситх, может быть, не знаю, способности, сверхспособности, то, чем сейчас люди интересуются без Кришны. Тоже аштанга, тоже восьместупеней. Но аштанга йога означает бхакти йога. Карма йога значит бхакти йога тоже. Когда приставку делаете йога, это не гимнастика, йога означает связь с Кришной. Поэтому когда-то в сатте-югу люди практиковали бхакти йогу именно так. Вот это метод вообще, это была бхакти йога. Цель конечная, что достичь Кришны? Кришна. Все. Любой йог знал об этом, это и была йога. Потому что люди понимали, если не Кришна, то это как лиана на дереве. Если она не закрепится наверху, у Кришны, она упадет снова. Это йога временная. Процесс временный. То есть она должна развить привязанность к Кришне в итоге. Тогда это йога. Связь. То есть еще раз просто уточнить правильно, я поняла. То есть если йога начинала заниматься и изначально, когда Кришну не знал, и не смогла до Него дойти каким-то образом, то начнешь с нового. Если изначально целью было достижение Кришны, как Господа, тогда уже на этом пути это йога единственная. Цель могла быть Браман, Параматма, Бхагаван. Три цели. Браман, Параматма. Браман достигают гьяни. Параматма достигают йоги. Бхагаван знают только преданные. Если даже йога не преданные еще Кришне, нечистые, но он может при помощи стремления к Параматме совершать йогу. То есть конечная цель на что-то йоги в сердце внутри, внутри сердца Параматма. Достичь Параматмы. Еще просто рассказывали, что поднимаем воздушные потоки, задатачиваем ему... Межборви. Так. Дальше. Потом. Осторожно. С этим осторожен. Нам нужно закончить бхактишасту сначала. Подождите. Куда хотел отправиться йога? Он намечает себе маршрут, да. Он может выбрать направление, измерение выбрать планеты, которые ему необходимы. Любое. Правопада это пишет. Легкое путешествие на другие планеты. Йоги раньше выбирали место таким путем, медитацией. Если вы хотите достичь высшей планеты, вы должны развить качество той планеты, той среды при помощи йоги. И уже эту атмосферу, когда вы ощущаете внутри, вы готовы перенестись туда. Если он уже не параматму, какую бы вы там слились? Да параматму еще может быть... Он может забыть про параматму. Это рискованная йога, потому что если он достигает каких-то высших измерений, он может забыть про параматму. Это может отвлечь его. Таким путем человек может идти много жизней. Поэтому в наше время это не рекомендовано. Мы хотим за одну жизнь, в этой жизни уже чего-то достичь. Но я вам скажу еще одну вещь, более откровенную. Никто не приходит с таким намерением жизнь посвятить. Люди сначала приходят, чтобы за полгода осознать все. Они пока еще не понимают процессы. Это когда параматмин говорит, что очень быстро это все, они говорят, что очень быстро, значит, прямо вот сейчас, скоро уже, да, когда же я, когда же, когда же. Нет, одну жизнь. Даже это человек сейчас не имеет в виду, расчет не принимает. Если сказать много жизней, он просто забудет вообще об этом процессе. Много жизней. Кому это нужно? Одна жизнь надо еще подумать, посвящать жизнь или нет. Поэтому один из проповедников в Америке говорил, 30 долларов, даю мантру, через полгода станете Богом. Люди соглашались. Полгода нормально. Полгода нормально. Вот такие трюки. А почему санхья-йога и карма-йога идентичны к нему, согласно пятой главе? Санхья-йога и карма-йога приводят к одному и тому же результату имеется в виду. Разные пути, но приводят к одному. Одно и то же означает, что цель одна. Цель одна. Вы столкнетесь в жизни, в духовной жизни, что преданные, особенно постепенно, когда они становятся уже опытными, у них ярко проявляется индивидуальность, а различия между ними возникают большие. Когда они начинающие, различий нет. Особенно, как дети бегают, да, в детском саду или в школе, они как будто одинаковые. А потом, когда они уже вырастают, уже определяются в специальности, в индивидуальности, в своих способностях, они становятся очень разными. И также преданные уже опытные становятся очень разными. Неофиты могут этого не понимать. Одна из причин критики. Но мы должны вспомнить вот эту вещь. Если у них одна цель, разницы между этими процессами нет. Это секрет успеха согласно Харидас Токуру. Харинам Ачиндам, это говорится. Что секрет успеха в том, что преданный не видит, не проводит различия между Шикша и Дикша Гуру. В этом секрет успеха. Как же он будет продвигаться? Как можно относиться к этому человеку, который имеет различия между Шикшей и Дикшиной? Как к этому человеку относиться? Я думаю, нейтрально нужно как-то, чтобы не попадать под влияние этой философии. Вы сказали, что одна цель, разницы нет между путями. И сразу сказали о представлении фантастику Гуру. Потому что нет разницы между Шикшей и Дикшой. А как это положение происходит с разными или они их не связаны? Шикша это значит множественное число Гуру. Гуру всегда используются во множественном числе Гуру. И они могут быть в разных настроениях и дать разные наставления. Это имеется в виду. Но если цель одна, разницы между ними нет. А может Шикша Гуру быть выше Дикша Гуру? Все что угодно может быть. Например, Пропада выше всех. Он наш Шикша Гуру. Не имею в виду Пропада. Не имею в виду другой уровень. Про взрыву очень и бог. Я думаю, что это не так важно. Важно, что есть Шикша и Дикша Гуру. Я думаю, это не важно. Кто выше, кто ниже. Если оба квалифицированы, то это не важно. Ну, все Гуру разные квалификации. Но они же все Гуру. Ну и достаточно. Градации Гуру идут до самого Кришны. Их очень много градаций. Если вы думаете, что выше Пропады никого нет, это тоже может быть неправильно. Пропада не согласится с этим. В нашей истории никакого выше нет пока. Для нас. Да, для нас. На ближайше десять тысяч лет. Так. Но относительно как бы иерархии следующей есть и другие разные уровни. учитель всегда выше своего ученика. Нет, я имею в виду ученик может превзойти Гуру даже. Шастра говорит. Для нас вы сказали никого выше, чем Пропадхупада. Да. Вактисидханта Сарасваси и его духовный учитель для нас он выше. Как основатель Ачария, который для нас основой является. Ученик может превзойти Гуру, и Гуру будет рад что если он достигает более высокого уровня. Но ученик никогда так думать не будет о себе. Иначе какой же это вообще уровень? Это майя. А можно вопрос о Бхагавадгите? Не по Бхагавадгите? А? По Бхагавадгите можно вопрос? У нас же Бхактишастри по Бхагавадгите с первой по шестую главы. Да. У меня вопрос Бхагавадгите возник параллельно вопрос Бхагаватам. Потом почитаем Черед Амрити и так далее. Давайте сначала по Бхагавадгите разберемся с Бхагавадгитой. Отношения нашего с Юли-Бхагавада должны быть больше похожи на отношения к Крисни или отношения к Духовному Учителю? Отношения кто спрашивает? Наши отношения с Юли-Бхагавадгиты должны быть к Духовному учителю. Ну, как бы это одна платформа. Гуру Ачарь равен мне, Кришна говорит. Нужно относиться так же к нему, как ко мне самому. Иногда гуру называют Бог-слуга в этом мире. А Браманы земные боги еще говорят, потому что имеют духовную силу эти люди, это имеется в виду, от Бога. И гуру представляет Бога в этом смысле, что к ним такое же отношение, пока представителю Бога такое же отношение, как и Богу, говорится. Но мы относимся к прападе как к духовному учителю искону, к Шик Шигуру искону, всего искону, на все ближайшие 10 тысяч лет. Но выражаемое почтение так же, как и Кришне, поскольку Он дает Кришне. После длительной практики он падает, когда достиг уже каких-то высоких успехов, он рождается в семье Шучи. А начинающий Шримата рождается. Если, допустим, это был Йо, который медитирует на параматном, то в следующей жизни он с чего начнет, если он не дошел до конца? То есть это был не на личностный аспект медитировал, а на параматном. Смотря как уровень достиг он, успел. Есть шанс, что он не снылял все-таки на себя? Нет, нет, нет. Он начнет с духовного уровня, с того, на котором он становится. Духовный уровень. Ступень йоги технически можно освоить разную. Например, можно достичь Атяхары, например, или остановки даже ума. Но он не начнет с этого, следующей жизни. Начнет именно с духовной платформы, которую он достиг. Не со ступени йоги технической, а со ступени духовной. Что это? С того вкуса, который он имел в этой йоге. Какое счастье он развил, какой вкус он развил к этому. Вот с этого он начнет. То есть, по духовной точке, на которой он продолжит, а технические моменты все с ним надо? А технические сначала будет практиковать, да, обязательно. Так же, как школа, он снова пойдет в школу, этот человек, родившийся, был ученый в прошлой жизни, а в этой жизни он снова азбуку изучает. Ну а задатки у него, интерес, вкус к науке может сохраниться, например, с прошлой жизни. Хотя можно его утратить из-за плохих поступков, а вот этот духовный уровень не утрачивается. Разница между шикшей и дикшей гуру. Когда гуру дает иниссиацию ученику, то есть ученик принимает обязательства, и духовный учитель тоже берет обязательства привести его к Богу, к Кришне, да? А может ли это сделать шикшей гуру? Они вместе, да, делают? Вместе. А если не вместе? Нет, тогда это не шикша гуру. Обязательно вместе. Что значит вместе тогда? Шикша гуру укрепляет связь ученика с дикша гуру. Они вместе должны быть. Дикша и шикша как одно целое должны быть. То есть у них одна идеология. Одна цель, одна практика, да, да. Но они могут физически не быть, ну не действовать вместе, да? Нет, не обязательно. Одна цель. Одна цель. Бхагавадхи-то обсудили, да? Теперь всем от Бхагавадхи начнем освобождать. Что вопросов по Бхагавадхи-то нет? Странно. Они, похоже, все выучили уже. Они готовы ответить на любой вопрос. Можно еще раз вот этот вопрос задать? Какова конечная цель Аштанга-йоги? Ну, я вот, допустим, смотрю просто по вопросам. Они идут по порядку по стихам. И примерно в стихе 6, 27, 6, 28. Здесь говорится о Йоге и его счастье по услужению Господу. Является ли это конечной цель Астанга-йоги в этом контексте? Конечная цель это Астанга-йоги, высшее счастье, высшее счастье, самадхи. Хорошо, спасибо. Общите комендарии в стихе 6, 47. И следующий вопрос. Объясните развитие от Викармы до Бхагави-йоги. Лестница йоги. Что объясните? Лестница йоги. От? Объясните развитие от Викармы до Бхагави-йоги. От Викармы. Это написано от Викармы. Долгая история. Викарма от греховной деятельности до Бхагави-йоги. Согласно Лестнице. А Викарма нужно оставить в этой деятельности. Викарма это деятельность в невежестве. Как? По собственной прихоти, говорит. Человек не принимает никаких авторитетов священных писаний, духовных учителей, правил регулируемых. Он действует как разумеет, как хочет. По собственной прихоти. Это Викарма. И значит, из Викармы выход принять авторитет. Шастер. Принимая авторитет в шастри, человек начинает изучать шастри. Это аналитический подход сначала. Затем он развивает веру, изучая. И может уже начать сам практику. Какую-то карма-йогу, да? Какую-то деятельность начать. Потом постигает науку жертвоприношений. Деятельности как жертвоприношения. Получает посвящение духовного учителя. Бхакти Латабиджу получает от него. И добирает сюда Бхакти и йоги постепенно. Не знаю, в гейте это не написано, может быть, хотя и в этих главах. Он немножечко в гейте на уровне развивает деятельность карма-йоги. А дальше что происходит? Получает дикшу, а гьяна это так происходит? А дальше по Бхагава гейте, смотрите. Что дальше происходит? После карма-йоги что? В гьяна так и йоги. Он должен получить трансцендентное знание, он должен получить посвящение. Я до этого слышала, что Кришна всегда Арджуне рассказывает Бхагава гиту, ну да, в материальном мире где-то, где я сейчас спрашиваю. А недавно слышала, что есть в духовном мире планета, на которой Кришна всегда рассказывает Арджуне о Бхагава гиту. То есть вопрос такой, что если это в духовном мире он рассказывает, зачем тогда там психуна материальной природы и показывает он вселенскую форму? Гита по-разному рассказывает. Кришна рассказал на самом деле дважды Бхагава гиту. Но это секретная информация. Только для Бхакти-Шастры вовриндаване так нельзя. Еще удава есть гита. Там то же самое, что в Бхагава гите описывается. Ну и сколько-какие еще там добавления. И Кришна может ее рассказать по-разному. Он же говорил, что он рассказал Вивасвану, Богу Солнца в начале ее. Но это было немножко другое изложение. В другой форме. Например, Пхупада вот сделал комментарий к Бхагава гите, написал. Он хотел переиздать Бхагава гиту, написать еще комментарии. И вот что он хотел, мы не знаем. То есть есть много еще вариантов, точек зрения на Бхагава гита. Но когда мы будем проповедовать, вы увидите, будут появляться эти новые грани. Они будут открываться. То есть это никак не догма, то, что мы сейчас изучаем. Вот только так и нельзя, знаете, выйти за границу никуда. Это нужно развивать в сердце. Это удивительный процесс. На высших планетах Сиримат Бхагава состоит из 200 тысяч шлок, я слышал. Нам дано 18 тысяч шлок. Большая разница, видите, какая. В 20 раз практически, да? В 10 раз превосходят. 200 тысяч шлок. Полубоги звучат. Более обширное знание. Но изначально 4 шлока, 4 шлоки. То, что Бхраме было сказано, 4 шлоки. Очень простые. Но вот это все разворачивается, разворачивается. Заполняется все пространство. Хотел бы еще раз прояснить для себя, что Бхрам Падан в последних двух комментах первой главе, последних двух стихов, первой главе, он говорит, что сколько аджона, была выдана его мягкой сердечью и добротой, таким как преданным Господу. То есть это естественные качества преодолевается, да? И как бы он таким образом прославляет, что ли, отсюда, его качества, да? Могу сердечить, браты. А во второй главе Бхарагиды, то есть Кришна, он осуждает эту скорбь, да? Говоря о том, что... То есть как могла одолеть эту скверну? То есть ты скажешь о том, что не достойно говорить, как же все-таки вот это... Это хороший вопрос, хороший вопрос. Суть в том, в чем как бы суть Бхагавадгиты. Бхагавадгита не сохраняет то, что у нас есть, и дает то, что не хватает. Так, да, Кришна говорит? Поэтому к состраданию Арджуны Кришна добавил еще трансцендентное знание. Не отнял его, как бы, да? А порицал его за то, что он забыл о главном. Вот эта вот скорбь, да? Она покрыла его знание. Вот это сострадание стало мирским. И он добавил как бы себя, вот это трансцендентное знание, и все, все на этом. Это удивительно, потому что, когда Абхишма был сражен, панды пришли провожать его, как любящие внуки, все, 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 все там, Махаджан, все понимали, это ясно. То есть Арджуны и панды были выше этих материальных условностей. В сердце у них было все, любовь та же самая, где-то все те же самые чувства. Но они еще добавили к этому долг перед Богом. То есть, когда Абхишма ходила, они тоже скорбили, да? То есть, они утратили. Да, это было же, это же было событие. Там не только пришли панды, там Кришна сам пришел туда, пришли все мудрецы вселенной. Этот уход наблюдали полубоги. То есть там, который сколько-то дней, ну, из-за лет был уже духовный честный, да? Да, да, но к этой обычной человеческой состраданию добавляется трансцендентное знание. Человеческая форма жизни, только к ней можно добавить духовное знание. Если мы утратим человеческие качества, нам трудно будет развиться знание Кришны. Понимаете, да? Это написано в Шимудбхагаватам, что человек отличается от животного тем, что животное не имеет памяти сердца. Человек по природе имеет память сердца. Вот на эту природу можно добавить уже духовное. Иначе, если мы утратим эту память сердца, благодарность, сострадание, элементарные вещи, доброту, добродетель, мы не сможем получить знание Кришны. Тот, кто очистился от греха, и тот, кто совершал много благочестивых поступков, помните, сможет обрести это знание. То есть человек должен развивать эту доброту ко всему живому, и сострадание ко всему живому. Тогда это свидетельство о том, что он кандидат чисто преданное служение. Иначе человек может стать жестоким, получив философию, создание Кришны. Об этом Парупата говорил, когда ученики просили Ману Самхиту перевести. Ману Самхиту, свод законов для человека, свод законов Ману. Возможно, вы читали Ману Самхиту, там очень суровые есть правила, наказание за грехи, сожжение, допустим, отрубание рук, если человек вор. И Парупата сказал, что если сейчас вы будете следовать Ману Самхиту, сейчас, вы станете очень жестокими. Сейчас нельзя это делать. Сейчас изучайте Бхагавадхиту, изучайте то, что тут необходимо. Обретите любовь, обретите качество. Позже можно восстануть Ману Самхиту, когда мы будем готовы. Иначе это станет инквизицией, повторится такая. Страшная вещь. В шахтаре говорится, что шудр не должен читать Священное Писание, помните, да? Браман, тут такое качество имеет, добродетели, только он может читать Священное Писание, цитировать их. По этой причине. А мы все шудры и ходим на Бхакти-Шахсты. Ну вот потом и ходим. Вопрос, почему? Чтобы стать Браманами. Но помните этот пример, что у нас же есть трансформация, Господь Читания же приказал Киба Випарь, киба Аняса, шудраке Нинае. Кем бы ты ни был, знаешь, но Бога Кришни, ты Гуру. Мы пользуемся этой милостью. Мы можем считать себя шудрами по происхождению, но раздевать качество Брамана и служить члене Прабхупаде, Мессия. Прабхупад, он как философский камень, так касается железа, и железо в золото превращается. Во второй главе дается название о позвании души и аналитическим путем. Ну, это можно себе представить, как человек, как мы знаем, он сделает краску, а я на тело обрезаю, и он помнит, что он не тело, потому что тела в роде у него нет, но он продолжает существовать. Это разложение, это разложение. А потом говорится, что можно понять другим способом через служение. А вот если с вами теперь как-то понятно, а служение, как происходит процесс познания души через служение? Через, это означает пробуждение души, деятельность духовная, через пробуждение. Например, я могу вам рассказать о человеке, который спит, я знаю его просто. Если вы не знаете, я просто могу рассказать вот этот человек, он такая профессия, такая семья и прочее. Могу все, что знаю о нем, расскажу. Это аналитически будет. Вы все поймете. При этом он даже вас не узнает, что вы знаете о нем. Смотрите, отношений никаких не будет. Он как спал, так и спит. Проснется, он вас не будет знать. А могу разбудить его, и он сам расскажет. Вот, два метода есть. То есть, деятельность пробуждения души. И она сама, как факт, говорит о себе. Душа, то есть, познается через пробуждение. Человек познается через пробуждение. Аналитически просто мы вот общие, общие характеристики души можем высказать, но конкретно, что такое душа, кто она в духовном мире, да, ее форма, не знаю, ее там название, имя, качество, чем она занята, не знают аналитики. Они знают, что душа есть, но кто она, они не знают. Поэтому пробуждение души вполне открывает этот вопрос. Можно еще чуть-чуть, да, сейчас понятно, то есть, душа, она деятельна по природе, да, или в природе служение. Мы вот начинаем действовать, служить, и наша природа проявляется, да. Есть ли здесь прямая связь, что чем больше мы действуем, тем быстрее мы осознаем себя, как душа, да? Нет. Если мы перестаем действовать, там, тело уже старое, или там, ты спишь больше, чем надо, там, меньше действуешь, и меньше, значит, это осознаешь. Это в гоне страсти, так, человек может думать, что чем больше я делаю, тем лучше. И он бегает туда-сюда, 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 он активный, 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 потом, потом пословица есть такая, у кота лисивку крутые горки. Потом он лежит где-то и говорит, все, надоел, ничего не хочу, не могу больше, как я могу больше служить, все, я вижу, все отдал. Здесь Лала Баба, есть храм, мы были недавно там, этот храм построил один очень возвышенный, Лала Бабе поклоняются, да, он известная личность по всей Индии, но здесь-то его знает каждый. Это один из самых богатых людей того времени, его деньги, да и спор, еще не за сходом, как говорится, который он давал на благотворительность, 300 лет назад был, насколько я помню, 200-300 лет назад. И вот он эти деньги жертвовал, вот строил храмы тут, кормил голодных людей, а потом деньги все кончились, ну, все раздал, имеется в виду. Он говорит, до сих пор еще эти деньги не расходованы, кто-то мне говорил когда-то. Ну, вот он уже от себя все отдал, и что, он приходит к божеству и говорит, ну, все, больше ничего не могу для тебя сделать, все отдал. Нет, да еще кое-что должен мне. Божество сказал. Нет, Господь, ничего нет, все отдал, до копейки, и все пожертвовал, говорит, тебе. Нет, ты построил храм для меня, тебе нужно построить храм в своем сердце. Вот это служение, настоящее. Вот чем должно закончиться все. То есть, начинается с того, что мы служим Кришне, и заканчивается тем, что мы служим только Кришне. И никому курины Кришне. Так, процесс втягивает, видите, нас. Ввинчиваемся туда, и видим, что в Кришне и все, как в океане, есть любое количество воды. Нет необходимости еще поливать ветви, листья, корень нужно поливать, все. Храм в своем сердце нужно построить. Все, и тогда ум, речь, поступки автоматически служит Кришне. Все остальное автоматически процветает. Значит, единственная забота, забота о Кришне, но это в конце концов, в конечном итоге, пока есть материальные желания, мы заботимся обо всем, что должны заботиться. Если есть стремление к многочисленной деятельности, именно с Завни Кришне, но из каких-либо хороших, либо плохих мыслей после этой деятельности, что служишь, 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 оно к чему-то тебя перейдет, то есть как-то разольется, или какой-то вкус, или какие-то изумения, сердце будет изменения. То есть если ты как бы стремишься больше действия производить своим телом, без каких-либо там настроений? Нет, так будет трудно. Самое главное, что шастры выявляют в этих процессах бхакти, саду-санга, саду-санга, сарва-шастра-хой, лава-матра-саду-санга, сарва-сити-хой. То есть могущество саду-санги из всех пяти самых могущественных составляющих бхакти, саду-санга, главные становятся. Поэтому главное это общение с ваишнавами, иначе наша деятельность может перестать быть служением к Кришне. По форме это будет так, а по духу можем утратить. Этот дух мы от садху принимаем. Это саду-санга. Потому что та же работа уже в духе, может быть, кармической деятельности в духе бездумного труда можно совершать по-разному, так, на материальной платформе. В духе карьеры это можно делать. Но общаясь с садху, мы поддерживаем этот курс правильной деятельности. Чистая любовная преданная служба. Значит, если человек еще не имеет пхавы, любви к Богу своей, он имеет отраженную пхаву от садху. Также имеет пхаву. Отраженная пхава называется тоже любовь к Богу. Таким путем можно. Саду, говорится, милостивый. Да. Общаясь с садху, мы также начинаем любить Кришну через них. Хотя еще у нас нет своей любви, но по милости садху как бы есть. Но когда мы долго не общаемся с садху, мы видим, что как бы эта любовь куда-то уходит. Это пхава, это настроение, этот экстаз улетучивается. И наша деятельность становится как бы обычной работой. Я изначально вопрос ставил. Именно в обществе предмах если ты много производишь действий каких-либо именно на правилах на служение. Служение хорошо. Вот я в этом хотел подчеркнуть, что пока ты сознаешь, что это ягья, все хорошо. Сознание, когда есть, что это ягья, твое служение для Кришны. Пока ты это сознаешь, все хорошо тебе. Как только ты уже не сознаешь эту ягью, это уже трудно становится делать тебе. Значит, нужно подумать о том, как восстановить свой дух. Вишни, можно уточнить как бы его относят к числу двенадцати Махаджан. И в то же время он принял сторону Дуретхана при этом сражении. Как это объяснить? Не, он не принимал сторону Дуретхана. Формально было так. Но сердце его было с Пандавами, с Кришней. Когда он уходил, он же вспоминал об этом. Он же говорил о Кришне, как он говорил о Кришне. Такой милостивый Господь, чтобы защитить своего Вишнаву, преданного Арджуна, он мог нарушить обет. Он мог меня убить колесом от колесницы. Он восхищался ему. Формально он был на стороне Дуретханы. Да, был связан обетом. Он может позволить себе это. Что значит позволить? Он не был на стороне Дуретханы, он на стороне Кришны. Он сражался там как лев и как бы уничтожил большую часть армии пандалов. Кришна хотел это. Он же сказал Арджуне, что обе стороны будут уничтожены. Как? И Пхишма это будет делать, и Пхама это будет делать, и Дрон это будет делать. Это была воля Кришны. У нас есть такой вопрос. Кажется, несложно, но я просто хотел уточнить все-таки. Про то, что это из второй главы, что пандит не скорбит. И как бы отреагировал преданный на смерть кого-либо из членов семьи, в его семь членов? По главе как бы понятно, что сангель йога, туша, мы не должны скорбить. Тем не менее, это нормально испытывать человеческие эмоции, когда уходит кто-то близкий. Особенно, если это преданное, мы чувствуем разлуку с ним. И когда вспоминается читание Чаритавы, это все читание тоже, когда преданным отец повешенный в судьбу ушел, тоже очень сильно плакал. Так вот, как бы отвечать на этот вопрос, как все-таки ответить правило? Скорбь в соответствии с Бхагавой это то состояние, когда человек отказывает исполнение долга. Это скорбь. Вот от скорби нужно отказаться. А сострадание это другое. Поэтому скорбить мы не должны ни о ком, а сострадать должны. Сочувствовать сострадать должны. Мода не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Значает ли, что он не сострадает? Ну вот видите, разница есть между этим. А при этом иногда разницы не видят между скорбью и состраданием. Мы получили очень жесткий урок насчет этого в Армении в 89-м году, когда там было землетрясение. Там погибло очень много людей. И мы приехали, это был процесс еще захоронения, там разбора этих развалин. тел было десятки тысяч, я не знаю сколько. Вот сколько мы ехали там к городу, столько гробов там было в той дороге. И целые поля выделились под кладбище. Представьте, что люди чувствовали там после такой разрухи, такой бедствия. Ну, средства массовой информации 50-100 человек это было. Боже, боже, боже. Конечно, никто из нас не ожидал попасть в такую среду ужасную. Это была апокалипсия для нас какие-то. Какое-то время мы не знали, что делать. Было тяжелое настроение. Потом, ну, у нас Писадаба, Святоиме, мы читаем Шимнабхагава, там все. И одна женщина помогала нам из исполкома, армянка, помогала нам, ну, мы волонтеры приехали, что помогать, кормить людей, там жить в палатках можем, где угодно. Будем помогать бездомным людям, оставшимся без крова, без денег, без магазинов, без воды, без света, без ничего. И она стала помогать нам, нужно было найти продукты, место для нас, какое-то там оборудование, что мы готовили, машины. Мы общались с ней по этим всем вопросам. Однажды она повернулась и сказала со слезами, с сильными слезами, она говорит, скажите, вот вы верующие, почему Бог поступил с нами так, за что? И там такая боль вдруг всплыла. И кто-то из передних сказал, это ваша карма. С тех пор я больше никогда так не говорю. Это было самое ужасное, что мы могли сделать. Конечно, мы потом заклевали этого предного после всего этого, что было. Но это наша философия, смотрите. ваша карма без сострадания. Это фашизм, бруст. Никогда так не делайте. А как правильно ответить тогда? ты можешь ответить как угодно, но должно быть сострадание. Как понимаешь сам, должно быть сострадание. то даже не в самих словах тексте форма, а сама суть должна быть. Люди больше всего нуждаются в этом, в сострадании всегда, когда им трудно. Больше всего. Не формулировка какие-то не философии, а просто сострадания. И когда есть сострадание, связь возникает, йога, ну, личность, личность сближаются, тогда вы можете объяснять философские какие-то законы. Философия означает без чувств. Это тоже важно уметь делать, не касаясь чувств. Но когда у человека оголенные чувства, да, и мы игнорируем это, это считается ошибкой. Человек должен быть готов слушать философию, например, даже вот воинский этикет, если человек напуган на поле битвы, к шатве не будет с ним сражаться. Если чрезмерно напуган, эмоционально, да, он прекратит сражение, пока он в порядок не придет. Так. Если он убегает в страхе, то же самое. Или лежачий, упал, не добивают. Этикет существует. Это все относится к состраданию. Даже врага нужно уважать, говорится. Если враг приходит ночью поговорить, пожалуйста, гости, заходи. Они общаются ночью, днем сражаются. Сразу сейчас вспомнилась история, когда также с Бхабхаратой, когда Карма был вынужден покинуть колесницу, чтобы продолжить сражение. Жена колесницы, он должен был ее изгрять, из ям какой-то застать. И Кришна посоветовал, порекомендовал пыли напасть в момент на карты. То есть, как бы, я понимаю, что это было именно показать, что высшая цель, она гораздо выше, это в этикет. То же самое, в принципе, схожая ситуация с дедом Хишнам была, что он как бы потакал именно своим обетом, хотя должен был переступить их ради высшей цели. Но мы... Здесь тонкая вещь, Ютиштира Салгал, помните? Кришна толкнул его. Но он залгал там торг. Да, на ложь толкнул его. Кришна построил все это. Но так или иначе, репутацию заслужил эту, потому что Кришна построил, подставил его. Вот. И также, именно это, как бы, ответ в Кришне мы находим здесь. Потому что никто не должен это делать не в сознании Кришны, без Кришны. Такие вещи. Об этом также говорится, Ютиштира говорит, что это Адхарма. И Аджуна тоже говорит Кришне, что это не соответствует правилам битвы. Они упоминают об этом. Их позиция предных такая правильная позиция. Но позиция Кришны другая. И в этом случае Карна получил это не от Аджуны, а от Кришны. Он сознавал это. Но если так же сказала женщина, что это карна, слуха, и по сути, если провести параллель, по сути, ситуация схожа. То есть, там была жестокость, и там жестокость, но везде эта жестокость, она была на пашастре. В этом как раз разница жестокости там не была. Там был Кришна. А, может быть, этот момент тебе не ясен. Что значит присутствие Кришны? В присутствии Кришны все воины освободились. Это другое. Это другое. Без Кришны это выглядит жестоко. Именно оно в сознании Кришны. То есть, мы сказали, что позиция Арджуни была естественно правильной, согласно шастрам. Но присутствие Кришны меняло эту ситуацию. И там был двойной замысел по отношению к Арджуне и по отношению к Карне. У Кришны с Карной были свои взаимоотношения. Если ты изучишь эту сторону, ты поймешь, почему Кришна так сделал. И Карна это принял. Карна это принял от Кришны. Он не умирал с мыслями, что Арджуна просто убийца из-под тишка убил меня. Нет, он умирал в сознании Кришны. В этом разница. Кришна может поступить по-разному, потому что там есть внутренняя сторона, которую мы можем не видеть. Карна и Кришны обещал ему, что в следующей жизни возможно я стану твоим преданным. В этой жизни я повязан долгом, не могу, не имею права это сделать. Я дуретка на мой друг. А Кришна предлагал ему стать старшим братом пандов, по праву принять царство и все. Он говорит, но к шатри, я к шатри, он себя дошел к шатри, и я еще не могу предаться так, как другие. Но в следующей жизни я смогу это сделать. Были глубокие отношения с Кришной. Было приятно, знаете, как это. Да, да, и он, поэтому Кришна так поступил и Карна понял, что Кришна делает. Так он очистился, потому что это была реакция, Кришна говорил, за то, что он не защитил Драупади в свое время. То есть мы должны, если принимаем наказание, от Кришны принять наказание или от закона Кришны, но никак от человека. если старость убивает человека, это от Кришны. Это нормально, никто никого не обвиняет. Если в честном бою, тоже по законам Кришны, так. Если закон приговаривает к смерти, тоже никому не обвиняется никто, потому что за этим есть Кришна. в этом ответ. Кришна помогает освободиться от всего. Даже с мирского благочестия. Это описано уже в десятой песне Бхагава, гопи такие. Гопи являются такими самыми возвышенными преданными. Вот нам нужно будет объяснить концепцию деятеля на основе первых шести глав. Концепцию? Вот мне нужно разобраться в этом вопросе формулировки. Как этот вопрос разъяснить? Можно еще? Концепция деятеля. Вот вам сам вопрос звучит так. Исходя из вашего понимания изучения глав с первой по шестой Бхагавадгиды объясните концепцию деятеля. Нужно разобраться в этом выражении концепции деятеля. Что это такое? Как нужно раскрыть вопрос? Если это по пятой главе на пятьдесят что такое концепция деятеля вот это сочетание? Пятая глава тебя не знаю. Ну, расскажи, а то что я не знаю ответа. кто-то помнит ответ на этот концепция деятеля что означает? власть это тоже как проявление отличное. Да? 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 Пойди и так. ответ на вопрос вот краткий который задавали. Взять на вопрос к такому концепции деятеля что живое существо живое господь макценивает материального природа подчеркнулся на А так то здесь такой же похожий какой-то вопрос есть? Каковы взаиме отношения между душой материальной природы и Господа в контексте данной главы? Это в одной главе похожий вопрос, а не... Как бы, тут концепция деятеля, а здесь вот то, что в пятом вопросе обсуждается. Ну ладно. Ну вот, с какой очереди, так как отверг на девятый, может быть, с пятой? Вот, читайте потом 5-5, получается, пятая глава, пятый вопрос. Угу. 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 Ну, всякие сложные вопросы у вас. Ха-ха-ха-ха. Как вы сказали? Где театр вопрос? Отвечать? Ну, на душа деятельность? Да. Материально природное, а то все... Матери, сейчас интересный вопрос был, а очень такой вот, очень современный, можно сказать, вот касаемо... Ну, когда я из России выезжал сюда, на Вриндалу, там, по месту работы, очень часто, ну, вот эти все кармические мои коллеги, они очень сильно погружались вот эти вопросы, связанные с политикой. И как это получается? И живое существо вообще, вот оно, по идее, как бы, должно противостоять этим вот политическим деятелям? Или все-таки должно смириться? То есть, если политическая ситуация характеризуется каким-то тамагуной, по сути, как оно должно противостоять это тамагуне? Или как-то должно стерпеть это, как-то повиноваться, как бы, думая об этом, как о воле Господа? Это вопрос могущества. Что человек должен делать в той или иной ситуации? Могущество, например, эксцесс на улице, скажем, там вооруженные люди там кого-то убивают. Что ты будешь делать? Как чувствуешь? Ну, каждый по-разному может чувствовать ситуацию, но, например, что ты чувствуешь? Что ты должен делать? Выступаться реально по зоникам. Вот, видишь? Вот, вот, вот. Это вопрос могущества. Как поступить? Если ты сильнее этих людей, ты можешь лично вступить туда. Если ты чувствуешь, что ты так же погибаешь с этими людьми невинными, то лучше какие-то методы другие, верно же? Наш метод распространять знания сейчас. Не вступать в конфликт ни с кем. Это вопрос могущества. Но когда вы обретаете духовное могущество, то все происходит само по себе, без насилия. Потому что политика, она приводит к насилию политические методы, шаги. Это революции, это вооруженные какие-то столкновения, теракты там они делают люди сейчас, все что угодно. Дипломатия, дезинформация, шпионаж. Вот то, что сейчас насыщено. Это политические методы. Это все снижает духовность и нравственность очень быстро в обществе, ценности. Поэтому эти ценности сейчас нам нужно поддерживать, дать им силу, вот это могущество. И тогда мы сможем иметь влияние на людей духовное. Без насилия осуществить все это. Насилие означает, что люди потеряли духовную силу, поэтому используют оружие. Такие материальные низкие методы. Значит, в целом, если мы видим невежество, противостоим чем? Знанием. Вот таким методом. Стратегия такова, что сначала знание передается самым разумным классом людей, голая голова восстанавливается, потом присоединяются руки к этому, сами. Там, где голова, там руки могут действовать. Ни капли крови. Ну, он сделал браманов. При помощи дикше это делается, при помощи наставления, инициации. Возвышается. Я не думал, что они все были шудрами, это были дети богатых людей, кто-то был из научных кругов. Сарупа Дамадарма, допустим, он был ученый уже в то время известный. Рамидас Рупа Прабу также был историком известным, ученый. Приходили разные люди. Амбариш Прабу, внук Форда, был очень богатым человеком. Внук Форда. Что имеете в виду? Что имеете в виду? Концепция деятеля. Ну, именно как сказал Господь душу из материальной энергии. Калла, макия и карма. Так ответ же был уже. Так? Там два похожих вопроса. Да, тут у нас один вопрос звучит так. Ну, вот это, исходя из понимания изучения классов 1 по 6, что вы говорите, объясните концепцию деятеля. А похожий вопрос получается. Каковы взаимоотношения, ну, это вот то, что вы сейчас говорите. Между душой, материальной природой и Господом в контексте данной главы. Получается. Так, значит, насчет концепции деятеля забрались. А второй этот вопрос тоже забрались? А все вопросы, они об одном и том же. Тут разницы никакой нет. Мы же не что-то новое говорим, мы все одно и то же повторяем. С разных точек зрения. У нас на все вопросы один и тот же ответ, повторяю Хали Кришну. А где-то сбило с толку, да? Оказывается, есть еще другие ответы какие-то. Мы сдавали бхакти-шастры в Швеции, в Альмике. Второе просвещение там получали. Вадинат Прабу, значит, принимал он с экзамен. Письменный. Ну, представьте, предные тогда еще не знали, как сформулировать гунны материальной природы. Кажется, что все знаешь, а вот точно процитировать все такое. Ну, то есть, философский уровень слабый. А вадинат Прабу он уже ученый, он там читает английский язык, там уже переводит что-то. Такого уровня. И вот мы приезжаем с России. Харькиш Махараш нас посмотрел, заплакал. И говорит, идите рожу, я им всем дам второе посвящение. Ну, то есть, мы никуда не годились вообще. Ну, никакой храмовой жизни, то есть, мы вообще другие были. Не из среды, как вот бхакти-йоги такой саданы. Полусумасшедший народ. Еще и коммунисты еще не выветрилось понимать это сознание. Я могу рассказать подробно, но это займет время. Но это просто невероятные истории были там, как мы себя повели. Как настолько терпели там, я не знаю. Сейчас я вспомню, что мы там творили. Мы вообще такого не видели из западного мира. Мы же были дикари. Знаете, вокзалы помните советские? Кто-нибудь помнит советский, помнит? Советский вокзал, ЖД вокзал, советский вокзал. Туалет можно было найти примерно уже с километра по запаху. Я не шучу. Это были грязные места, совершенно заплеванные, с окурками прямо в эти вокзалы. Жуть там была. Тамбачный дым, все это вот грязь, вон туалет. Это вот были вокзалы. Уже в Финляндии мы вышли в Хельсинки с поездом. И мы как смотрим чисто. Полы чистые, белые. Наклоняемся. Проверяем. Бананы продают. Вот на нас люди смотрят, и все так вот, знаете, проходят мимо. А, русские, а, русские. Пошли в туалет маты же. Возвращается. Вы были в туалете? Нет. Идите быстрее. Там запах, рост там, понимаете. О, боже, боже, боже. Вот мы приехали в Швецию. Ну, в Швецию приехали. В храм Альвикард. Говорит, я же посмотрел нас и заплакал сразу. У него слезы полились. Прямо от хаван читал со слезами на глазах. Мы думали, что у него экстаз. Потом выяснилось, что это было сострадание Арджуны. Вот, вот. И он говорит, я им дам всем вторые посвящения. Акерти Радж, наш джбси уже непосредственный. Он, его духовный брат, говорит. Ну, ты что? Как так дешево? Нельзя. Давай хотя бы тесты сделаем. Ни в коем мы не будем их поощрять вообще. Он говорит, ну, давай, делай тесты сам. Ну, проводи, если хочешь. Он позвал аудинат. Создали вопросы. Значит, вот по этим вопросам письменно. Следи, значит, чтобы никто не списывал. Все честно должны протестировать. И те, кто пройдет тест, которые инициации. Все. Вот. И он нам эти вопросы дал. Значит, сколько? Три дня на подготовку было до инициации. Три дня всего. Мы там что-то посмотрели там, почитали Диту. Как-то там пообщались. Вот. И пишем, сидим. Листочки, ручки, больше ничего нет. Сидим. Я первый вопрос пишу. Пишу уже пять минут, уже десять минут. Где-то полстраницы написал. Думаю, пишу. И тут смотрю, я где сидит. Пожилая наша преданность, ветеран труда. Такая боевая, она на Харинамах с милицией дралась. Бабушка. Есть такая фотография еще. В Бактуготке, по-моему, она была. Или в газете какой-то. На Западе ей переслали эту фотографию. На Харинаме она за грудки держит милиционера. В то фуражке на боку. Значит, она что-то ему там проповедует. Ну, такая бесстрашная, преданная. Она говорит, мы тебя в тюрьму посадим, Яге. Она говорит, хорошо, буду проповедовать там. Мы тебя убьем там в тюрьме. А я говорит, хорошо, следующий жизнеец. Фанатичка. Ну, вот это Яге была. И вот она пишет тоже. Но она пишет, она уже страницу переворачивает одну за другую. Она говорит, ничего себе, вот это знание. Я тут полстраницы выдавливаю, боже мой. Она пишет, пишет, мне останавливается. Пишет, 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 пишет. Пишет, боже мой. Я думаю, вот это тест. Ну, в общем, сдали тесты. Водинат ко мне подходит, говорит, слушаю, у тебя хороший тест. Он говорит, вообще потрясающе, все так коротко, все ясно. Ты меня, говорит, удивил вообще. Откуда так все? Ты так знаешь философию. Я говорю, правда, хорошо. Говорит, да, просто здорово. Ты хороший кандидат, все, на вторую инициацию пойдешь. А Яге отказ. Яге, философию не знаешь. Яге, ты философию не знаешь вообще, что ты тут написала. Посмотри, что ты тут написала. Я смотрю, что она там написала. Всю тетрадь записала Хари Кишином Андрею. Все, все, все. Вот за месяц, час сидела, успела, всю тетрадь записала и выдала тест. Что ты тут написала? Она говорит, только имя. Харирнама. Я говорю, что столько можно не знать. Я хочу навечно предаться духовному учителю и все. Что с ней делать? Ну, что с ней делать? Харираж не знает, что делать. Преданная, но ничего не знает. Звонит Харикешма, прямо при нас. Харикешма Харираж звонит по тебе, там слышно все. Она вот так и так, философию не знает, тест вообще не написала. Плачет, ревет, хочет предаться, но ничего не знает, куда предаваться. И с той стороны, значит, голос гуру. А-а-а! Мол, пусть получает. В общем, крипа тебе, милость. Она в ноги. Таким мы были. Так мы сдали. А гуру Чандрика у меня тоже философски не очень там прошла. И Китя Арчи говорит, ты не читаешь книги? Она так испугалась, так расстроилась. Я не читаю книги. Какая бредная вообще. Ну, ладно, говорит. Ну, дай обещание, что буду читать книги. И вот пойдешь, значит, на вторую инициацию, с мужем вместе пойдете. Она, нет, я не достойна и убежала, значит. Убежала, все. У нее там расстройство сильное. А я уже в характере Шамахараджа гаэтри получаю. Получаю. Гаэтри вышел со шнуром. На тех смотрю, кто еще не прошел, значит, ну кто такие вообще. Тест сдал. Лучше. Шнур висит. Все у меня на месте. Все такие выходили. Все-все-все такие выходили. Заходили так, выходили такие. Это просто анекдот был. Русские предные. Я такой спокойный, уравновешенный. Я же браман теперь. Я контролирую, значит, эмоции никакая не шелохнется. И тут Кришна мне проверку устроил. Матышка эта подбегает. Твоя жена. Не можем найти. Ее очередь. Ее нет. Гуру ждет. Обискали весь Альми. Говорю, где она? У меня глаза кровью наливаются, значит. Где она? Чувство уже больше не контролируется. Там сидит в комнате, не хочет выходить. Я в такой ярости, знаете, такой контролируемой, праведной ярости с булавой, значит, с ударшаной, врываюсь в комнату. Она только меня увидела. Иду, иду, иду! Пришла к духовному учителю, поклонилась, он говорит, давай слушай мантру. Она сидит. А-а-а! Он так удивился, а что случилось? Ты получаешь гадри, посиди ты плачешь. Я не знаю философию. Вот такие у нас были бхакти-шастры. Вот, но у вас все по-другому. Так, итак, мы закончили шесть глав Бхагавадгиты. Мы желаем успеха. Завтра, наверное, уже у нас нет программы. Нет, лекции, вы продолжите свои занятия, дойдете до восемнадцатой главы Бхагавадгиты, и так ведь. Как, честно говоря, устаете, перегрузка есть информации? Да? Нет? Нет? Да? Нет? Перегрузки информации нет, просто столько, что другие два штучка делать, а первым нам очень хватает. Это не просто. А так очень все интересно, очень нравится. Да, интересно, перегрузка будет заключать в том, что надо еще это усвоить и как бы понять. А так, как бы, интересно, можно и две, и три лекции за день в прошлом. Все понять никогда не получится. Но то понятно, что то, что понятно, то запомнили. Важно понять, конечно. Все понять невозможно, поэтому что-то придется запоминать для сдачи экзамена, как обычно, то есть, это академический подход. Но суть, в чем его польза? Что он дает нам мироощущение Бхагавадгиты целиком. Могу что-то там забыть, но ощущение, мироощущение остается. Вот это самое ценное. Самскара остается. И к этой самскаре, потом, когда уже будете читать самостоятельные шастры, вы уже будете развивать все эти вещи. То есть, сейчас, как бы, в процессе Бхагавадгиты шастры даются направления образования. Вот это очень ценно. Направление дается. А там уже не ошибетесь. Изучать можно под разными углами зрения, да? Сколько комментариев Бхагавадгиты, правда же, Парупада говорит? Сотни, 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 сотни. Но он дал направление Бхагдии. Вот это направление мы сейчас попытаемся понять. Все? Информация потом, она уйдет, потом снова придет, когда будете читать. То есть, это уже самостоятельно будет. Мой совет, то, что вы усвоили, обучайте других. Передавайте другим. Так закрепляется. То есть, учите для того, чтобы потом так же обучать. Ну что ж, хорошо. Спасибо всем. Алик, лично. Спасибо. Спасибо.